Смотрите, что у меня. Очередная посылка, но это последняя уже посылка в этом году, потому что больше я в этом году покупать растения не буду. 100% вообще не буду, потому что весь свой лимит по покупке растений я уже исчерпал. Да, у меня есть лимит на растения, я сам себе его устанавливаю, но об этом как-нибудь поговорим в стриме. Я думаю, что зимой будем устраивать, потому что зимы долгие, темные, времени будет много. В общем-то, тут я искал на своей странице в соцсети растения антуриум. Именно меня интересовал серебряный, кристаллину, сильвер серебряный. Я без ума просто от этого антуриума, но его нигде нет. Голландия, его в Россию вообще его, по-моему, не поставляют. Я ни разу не видел у голландцев его в продаже. И мне написала на коллекционер, я не буду называть ее имя, она из другой страны. То, что из другого года, из другой страны растений пересылать нельзя. Поэтому еще и по этой причине я тоже не буду называть. Но, тем не менее, нашли лазейки, нашли ходы. И, в общем-то, сейчас я ее держу у себя в руках. Почему не? Безусловно, раз. Сейчас я при вас ее открою. Я это постараюсь сделать быстро. Ко мне пришла моя помощница, кошка. Так, и тут мы наблюдаем три свертка, смотрите. Три газетных свертка. Три антуриума. Я просто не передать как. Когда только мне пришла смс-ка с почты, что растение прибло, я тут же вскочил и побежал, бросив все дела на почту. Потому что знают, как я ждал эти растения. И, в общем-то, в плане упаковки растение упаковывает очень хорошо, кстати говоря. Но, так же, как и я, делают тобус вот так вот из картона. И внутри на скотч маленький стаканчик вот так приклеим. Так. Первый у нас антуриум. Так называется, магнификум с кристаллином. Вот такой он. Ну, он совсем еще маленький, совсем крохотный. Его расти будет долго. Листик, смотрите, такой длинненький. В общем, я думаю, что обещает быть безумно красивым. Потому что сейчас я вам не могу... Ну, вот, чтобы многие понимали, да, вот он, например, антуриум. Это я покупал голландский взрослый антуриум уже. Ну, вон, у него листья будут еще крупнее. Это чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. А это коллекционные растения. Такие не поставляет Голландия. Это эксклюзив. Так, следующий кулетчик. Это тоже красота. Слушайте, ну да, ехали очень быстро. Почта России тоже была задействована в пересылке. И там буквально очень быстро. Причем, знаете, меня удивило то, что в Петербурге много сортировочных центров. Если как-то вот она прибыла в один, и второй сразу мне в отделение. Ну, очень интересно. Так, вот этот антуриум Яри. Так, немножечко, конечно, там где-то листик вот тут надломлет. Ерунда, ничего страшного. Мне хотя бы кусочек стебля, чтобы был. Я и этому безумно буду рад. И из этого кусочка стебля тоже уверен, я в своих силах, что смогу вырастить. А тут, посмотрите, какие шикарные листья. Я, о, безумно счастлив, безумно доволен. Если у меня получится, ставлю фотографию взрослого растения. Там, по-моему, у него листик, знаете, так с возрастом начнет делиться. Потрясающе вот. Ну, просто невероятно. Это что-то с чем-то очень. И еще у меня в плане антуриумов тоже, ну, уже на следующий год, хотелки там есть. Закинул удочки, пару коллекционеров. Будем ждать. Надеюсь, что все срастется и получится. И детки к весне у меня тоже будут. В общем, красота. И последний, самый мой долгожданный, вот из-за которого был самый сыр-бор. Вот этот, мои поиски, вот эти бесконечные. Это вы себе не представляете. Я так его ждал. Я вот и на почту побежал, что посылка приехала. Мне было вот нужно его в руках просто увидеть и подержать. Просто отвал, отвал башки, как называется. Итак, дорогие друзья, в эфире появляется кристаллину сильвер. Скажите, да, ну хрень какая-то? Да вы что, вы посмотрите. У него серебряные листья будут крупные вопухи. Просто бесподобный антуриум. Я его очень долго искал. На самом деле, их существует много разных разновидностей. Они отличаются формой листа, размером листа. Рисунок немножечко там где-то побольше, где-то поменьше серебряного, где-то больше белого. В общем, их много на самом деле разновидностей. Но мне хотя бы одну заполучить. И то я безумно счастлив, безумно рад, что теперь эти растения есть тоже у меня в коллекции. Корни хорошие. Листик маленький и тоже, знаете, слегка бархатный. Вы посмотрите, какие узоры на листях. Я бесподобно. Просто счастье меня переполняет. Да, немножечко здесь кое-какие жухленькие листья. Но я его сейчас поставлю под освещение. Посажу в свой грунт. Дам ему все условия. Это свет, влагу, хороший субстрат. И все будет замечательно. Я думаю, как начнет расти, обязательно в обзорах. Я думаю, что можно будет в скором будущем устраивать отдельные обзоры по моим антуриумам. Потому что их тоже уже, знаете, собирается, собирается коллекция. Я не ожидал, что на самом деле столько много разных может быть антуриумов. Вы себе не представляете. Их столько много оказывается. Я для себя целый мир открыл. Красота. Вы посмотрите, какие бесподобные. Очень красивый. Ну все, теперь будем выращивать. Коясь любить или леять. Вот такие красавчики ко мне сегодня приехали. Я счастлив просто до безумия. Целых три шикарных антуриума теперь пополнят мои ряды. Мои оранжереи. Красота. Счастье просто не передать вам. Будем смотреть, как они будут расти. Обязательно всех буду держать в курсе. Вот. Если там и какие неудачи, и удачи, я все обязательно ничего не скрываю. Всем все показываю и рассказываю. Вот такие вот у меня все. Теперь будут жить, расти. У меня красота. Так. Ну. А сейчас я буду как раз вот это все снимать с них. Сразу посажу в свои стаканчики. Помою, отнесу их под теплый душ. Помою, чтобы им как немножечко взбодриться. И пока немножечко в сторонку отставлю, чтобы посмотреть на всякий случай. Все равно на пару-тройку дней я растения отставляю, смотрю за ними. Как там кто-то ползает, не ползает. Мою их, но без надобности никогда не обрабатываю. Вот. Вот такая красота. Просто не передать. Я так переживал, как же она приедет ко мне. Как там на границе, чего. Потому что, ну, всякое бывает. Вот. Но все сложилось, сложилось хорошо. И я очень этому рад. Красота. Представляете, была всего одна вот деточка, можно сказать, там, за год. Потому что они растут не очень быстро, эти растения. И деток дают тоже. В основном такие растения размножают не вегетативно, а вот именно семенным способом. Потому что они медленно растущие. И тем более они очень плохо деткуются. То есть это не то, чтобы вот сбоку начала расти детка. Да. Вот у меня у одного антуриума на стеллаже так появилась маленькая детка. Но им просто берут и делают срез. И ждут, когда из пенька пойдут новые молодые помеги. Как мы все понимаем, что это очень длительный такой процесс. Поэтому лучше всего способ размножения это вот семенной. В общем, ну просто бесподобный. Представляете, перелом у меня есть. В общем, все. Пошел сажать. Всем спасибо, что смотрите, лайкайте, комментируйте. Всех люблю, целую. И пока-пока. Большой отчет о проделанной работе. Все-таки покажу, как я их пересадил уже. Что все, вот они отлично. Опрыскал их иммуностимулятором на растительной основе. Это не реклама, а вот очень хорошая такая вещь. HB-101. В общем, почитайте, ознакомьтесь. Прикольный, вообще хороший препарат. И вот я им опрыскал, чтобы они с дороги немножечко, знаете, немножко в себя пришли. Вот, посадил их в торф, классман, мох и немножечко угля добавил. Все, они, кажется, очень небольшие, по размеру корневой. Они немножечко постоят. Вот сейчас вот здесь на столе у меня пару дней. Я за ними посмотрю. А потом уже поставлю на стеллаж на постоянное место. Вот такие малыши.